Кормушка для Меладзе прикрылась, певца внесли в теневой бан. Валерий и Константин Меладзе в начале 2022 года уехали из России и прекратили творческую деятельность в стране. 59-летний Валерий по-прежнему собирает полный зал, однако теперь гораздо меньше по размеру и за границей. До СВО он хорошо зарабатывал, он мог получать 5-7 миллионов российских рублей за один концерт. После громкого скандала его примут на нашей сцене. Я уверен, что гонорары его будут значительно меньше, в разы, рассказал продюсер Сергей Дворцов одному известному порталу. Олигархи объявили Меладзе бойкот, говорят, в окружении артиста. Но на корпоративы, за которые певец зарабатывал безумные деньги, теперь его не зовут, хотя он редко, но наведывается в Россию. Валерий Меладзе, который между своими говорит, что не против вернуться в Россию, попал в синевой бан. Того, чьи концерты улетали как горячие пирожки, теперь отказываются приглашать для выступлений. Помимо кассовых концертов в городах России, певец активно трудился на корпоративах у олигархов и праздниках больших компаний. Однако об этом артисту сейчас пришлось забыть. После того, как Валерий стал кричать украинские лозунги, олигархи смекнули, что к чему и не спешат связываться с певцом-предателем. Фактически, Меладзе объявлен негласный бойкот. Он лишился очень больших денег из-за своей неоднозначной позиции сотен миллионов, цитируют журналисты слова источника. Отмечается, что сейчас обеспеченные граждане вместо Меладзе все чаще зазывают на выступление Сосопа в Леашвили. Промоутер Сергей Лавров подтверждает, раньше Меладзе зарабатывал очень приличные деньги в России, однако сейчас для артиста не самая благоприятная ситуация в заработке. Конечно, он пытается заработать за рубежом, однако такой солидной кормушки, которая его кормила в России, уже нет. «У меня за последние два года запросов на Меладзе не было», делится промоутер Сергей. Так же, кстати, как Наратару, все знают, что певица не гастролирует, поэтому уже и не звонят.